У вас есть желание поговорить о возвышенном, о небесном, о спасении? Вопросы какие? Давайте поговорим. Давайте. Что вас интересует? Я готов выслушать и ответить вам. Меня интересует, существует ли Бог вообще? Что именно? Существует ли Бог? Ну а куда же он делся бы? Самое лучшее доказательство, что Бог существует, это вы. Вы сами на себя посмотрите, какой сложный, какой слаженный организм. Как все внутри и снаружи работает для одной цели, чтобы Бога прославить, Творца Вселенной. И глаза, и уши, и брови, и волосы, все. Самая высшая красота во Вселенной – это человек. А вы в православие? Да, мы православные. Православные. Выходим в храм, молимся Богу и считаем нашу священную книгу. Вот она. Библия. А вот Библия, допустим, у православных и Библия у тех же самых, которых вот недавно запретили, как их, свидетели Иеговы, она отличается или она одна и та? Ну, свидетели Иеговы, это не надо же считать сектантами. Они Библию полностью отвергли, написали свою книгу и назвали ее «Новый всемирный перевод». Обманщики. Там написано… То есть она, это не та Библия, которая у вас, да? Нет, там не Библия, просто написали книжку и все. Она никакого отношения к Библии не имеет. Вот у баптистов, свидетели, это адвентисты седьмого дня, там харизматы бывают, у них наша православная Библия, но они из нее одиннадцать книг выбросили, одиннадцать книг оторвали. То есть каждый трактует Библию, как ему удобно, да? Да, а у нас строго каждая буква истолкована святыми отцами с первого века. А для нас они все еретики. Все понятно, до свидания. Слава Христу! Если вы хотите на наш YouTube попасть, называется «Во свете Библии». У нас одиннадцать, это четырнадцать с половиной тысяч роликов. Мы деревню православную строим с нуля. А ссылку на канал можно как-нибудь? Да, «Во свете Библии». «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. А где это вообще? А где, в какой населенный пункт? Я из Барнаула разговариваю с вами. Мы строим православную деревню с нуля. Вот если вам надо будет поговорить когда-нибудь там, ну вы, как говорится, потребуется, вы назарядите Игнатий Лапкин в скайпе. Я один с этой фамилией. А, хорошо. Игнатий Лапкин. Обязательно запишите. Вот. Сейчас, подождите. Так, еще раз. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да. Если вы зарядите в YouTube, это наш канал выйдет. Он называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Тоже добавьте еще. «Во свете Библии». Вот вы, допустим, не имели возможности что-то там религиозное узнать. Если поставить «Во свете Библии» слово «сайт», откроется наш сайт. Он, может быть, самый большой во всей мировой сети. Там только 50 книг аудио мной насчитанные. И как зайдете, во свете Библии сайт. 55 папок. Там я отвечаю студентам на 4124 вопроса. 55 названий. Бог, баптизм, православие, иудеи, мусульмане. И мне вопросы задают. Ты даже ткнешь, вопросы одни пошли. Вопрос ткнул, дальше развернется ответ. Притом ответ основной. Что Библия говорит, что святые отцы говорят, что каноны церкви говорят, что жития святых. По четырем параметрам каждый вопрос. А вот как вы считаете, Россия в будущем станет исламизирована? Станет что? Исламизирована ли Россия станет в будущем? Или же не? А мусульмане-то они сами исчезнут все. Почему это? Почему? Исчезнут. Это самая развитая религия в мире. Одна будет религия на земле. Во главе с иудеем, из колена Данова. Со столицей мира в Иерусалиме. И мусульманство вообще исчезнет. Его духу даже не будет. Они готовы сейчас принять антихриста. А Брязани, у них все-все сопадает. А христиане, многие не согласятся, будут казнимы. Спасутся только, вот как Лыково там, где-то в тайге или в пещерах. Написано, претерпевший до конца спасется. И этот царь еврейский будет царствовать три с половиной года. Сорок два месяца. Это все уже предсказано в Библии. Апокалипсис, 13 глава. Москва сгорит в один час. 17-18 глава. И когда это произойдет? Ну когда. Перед этим мировая война пройдет. В нее погибнет 2,5 миллиарда человек. О, Господи. Это Библия говорит об этом? Надеюсь, я уже умру к тому времени. Да Бог его знает. Смерть не страшна, если ты с Богом будешь. Если ты Христа не принял как своего спасителя. Я не боюсь, нет. Серьезно говорю. Если ты принял Христа, что он твой спаситель, умер за тебя, и ты у Бога просил прощения, покаялся. То ты можешь быть в царстве небесном. А как вы считаете, вот ребенок, да, вот он рождается, он младенец. Его нужно крестить сразу же? Восьмой день. В более сознательном возрасте, там, допустим, когда ему уже будет хотя бы лет десять. Ну это мусульмане так рассуждают. Здесь надо по-другому смотреть. Все ветхозаветнее в Библии, а Библия это ветхий Новый Завет, было тенью будущих благ. Тень. Вот, допустим, там ягненка кололи. А в Новом Завете Христос Ягненок, он заклан был, убит на кресте. Там был жертвенник, на который жертву ложили. У нас жертвенник крест, он на кресте распятый. Ну, две тысячи лет назад родился Христос, и тридцать третий год жизни он был распят. Ну так все-таки нужно крестить детей с самого рождения. Я поясняю, что Господь установил то, что ребенок обрезан должен быть в восьмой день. А обрезание, это вторая глава 11 стих послания к Колоссянам, говорит, что оно указывало на крещение. Нынешнее обрезание это крещение. А раз оно в восьмидневном возрасте было, значит восьмидневном надо крестить. Обрезание, в смысле, ну обрезание это как у мусульман сейчас? Да, почему вот... Это от евреев взяли, это не мусульмане, это от Авраама идет. Почему сейчас православные не делают обрезание? Потому что оно указывало как тень на будущее. Потому и нет его. Потому что оно нянькой было. Ветхий завет нянькой. Он довел до совершеннолетия. А теперь мы уже живем по другому закону. В Ветхом завете написано было, люби ближнего и ненавидь врага. А в Новом завете враг голоден, накорми его. Жаждет, напой его. Любите врагов ваших. В Ветхом завете было так, не прелюбодействуй. А в Новом завете написано, и не пожелай. Не смотри на женщину с вожделением. Вот как тут раздетая половина валяется, мужики, в этой рулетке. В Новом завете это высота. В Новом завете написано, родиться свыше. Мусульмане, они понятия даже об этом не знают. Ну, чтобы не соблазнялись, поэтому четыре жены... У нас четыре жены, это означает, ты конченый блудник. У нас разная шкала. Вот, да, кстати, многоженство развито очень сильно даже в Чеченской республике, в Дагестане. Вот, особенно там. Там есть специальные такие, как дома, публичные. То есть, они заключают браки, да, на два, на три дня делают свои там дела. И потом расторгают браки. И якобы это не грех. У них был заключен союз, и вот... Якобы, якобы. Это блуд. Прилюбодили. Конечно, да. Если ты... Конечно, глупость. Ну, как коммунисты говорили. Все, что для дела революции, то следует делать. Расстреляли царя, девочек расстреляли. За что расстреляли? За что расстреляли девочек? Четыре девочки царские. Царевны, княжны. А Романовы что? Да, Романовы. За что? За то, что они были этими... Кто? Русанская семья ее расстреляли. Ну, да какое отношение они имеют к советской власти-то? Что они, против были или что? За что расстреляли-то? Неужели непонятно, что это зверье? Сатана пришел. За что их расстреляли? Они девушки, замужем не были. Они ни одного слова против не говорили. А теперь цариста, родная сестра, она была за князем этим... И вот его расстреляли, это подорвали. И она приняла монашество. Так ее тоже расстреляли и совету. За что? Не знаю. Не знаем. Знаем, что с завистью дьявол. Но они прославлены святые, канонизированные. Они святые, они на небе. А расстрельщики, гололобов, белошубов, все они в аду сидят. Вот я сам крещеный, как бы, меня покрестили. Сейчас. Я беру крест. Блин, представляете, крест потерял. Вот хорошо, что встретились. Теперь вас как... Вот только сейчас я потерял. Так, скажите, вас скрестили в полное погружение или ладошкой по голове и деньги заплатили? А, вы имеете в виду, как проходило... Да. В общем, меня крестили в 10 лет в церкви. В общем, ну это же платная услуга, насколько мне известно. Это не услуга, это таинство. Если деньги платят, то крещение недействительное. Если платят деньги. Ты ему заплати за другое, за подошву, за сапоги, что угодно. За таинство не платится. Это грех симония, смертный грех. Если честно, я не помню, платились ли деньги или нет. Мне было 10 лет. Ну, в общем, меня поливали святой водой, надо было выкинуть руки вниз. Вы даже с головой до одной волосинки под воду уйти. Под воду, в озере надо крестить. Или в баптистерии. Либо в каком-то типа как бассейне, да, наверное. Да, да, да. Называется баптистерий. Христос, где крестил Иоанн Креститель? В Иордании. Князь Владимир где крестил? В Днепре, Крещатик. Что доказывать-то? Ну, в общем, да. Вам надо принять крещение, если вы верующий. Это не крещение, было обман. Я ходил в храм, был на службах на многих. Ну, а потом как-то у меня это все ушло и перестал ходить. Во! И все. Условия одни. Сатана опутал ноги. Я опутал мозги. Хотя у меня действительно было большое желание сходить. Просто хотя бы зайти, хотя бы свечку там поставить. Просто хотя бы постоять несколько минут. Ну, вот все складывается так, что у меня не получается. Это неправда. Вот вас сегодня арестуют. И вы попадете под бомбежку или куда-то. Вы в один день научитесь молиться. И скажешь, что я наделал? Я никто. А когда ты с Богом, тебе... Вот я вернулся в последний раз из заключения в 87-м году. За Бога. Так у меня одна радость. Сколько заключенных покаялось. Следователь принял крещение полное. Начальник тюрьмы. Беседовал неоднократно. Умер по-христиански. Мне Господь позволил победно пройти везде. Да. В падающем самолете нет атеистов. Да. Вот так. Потому что все... Ладно, мне нужно идти. Спасибо. Вы не один, которому надо идти. Никуда не надо идти. Ко Христу надо идти. Вот разговариваю. Мальчишка маленький. Мне надо идти. Я уже эту историю знаю. Я тут уже два месяца скоро буду. С Богом. Это сатана не дает слушать. Вы можете задавать любой вопрос. Сатана меня усыпляет. Да. Вы знаете, если вам потребуется встретиться, вы запишите Игнатий Лапкин. Я уже записал. И зайдете в скайпе. В скайпе зайдете. И скажите, напишите, чтобы я вас принял там. И скажете, мы разговаривали здесь. Я вам отвечу на ваш вопрос. Потому что я много лет вел занятия в университетах. В радиопрограммы там. И поэтому у меня опыт 56 лет. Отлично. А сейчас вы где находитесь? Я нахожусь в городе Барнауле. Мне 80 лет. 80 лет? Ну, вы довольно бодро выглядите. Ну, бодро. Ты возьми мою биографию. Как меня морозили. Мне руки выкручивали. Мне 26 лет, говорит, гнобили. Еще ни одной таблетки не съел. У меня три голубятни. Три голубятни. Я на велосипеде гоняю. У меня никогда ничего не было. Вот это единственное, что есть, подарили мне. У меня что было, я все отдал Богу. Все абсолютно. Вы, если зайдете, напишите сайт во Свете Библии, вы увидите мои 38 книг в книжном варианте и 7 книг в интернетном. 4 тома стихов по 800 страниц. Заставьте сайт. 2 тома стихов по 100 раз rifке. Во また в книжном варианте сидит! Уверх. Уверх. Да, все,sca selves. Продолжение следует...